В целях стабилизации ценно-социально значимые продукты питания с начала года ведется мониторинг. Всего с 7 февраля по 5 апреля текущего года проведено 95 рейдов. По контролю за ценами в настоящее время в городе работают 30 мониторинговых групп. В целях необоснованного роста цены и стабилизации ценно-социально значимые продукты питания функционируют мониторинговые группы. На сегодняшний день всего по городу 1042 магазина, включая сельские округа. С начала года ведется мониторинг по контролю цен по данным магазинам. Об этом было рассказано на брифинге с участием руководителя отдела предпринимательства Женевика Мукатаева. По вопросу проведения мониторинга розничных цен на социально значимые продовольственные товары, в торговых точках города распоряжением Акима от 3 февраля 2022 года о создании рабочих групп для проведения мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, созданы 30 рабочих групп из 90 человек. С апреля 2022 года работы мониторинговые группы активизированы. В общем, ситуация на 13 апреля была уже проведена 134 рыбовых мероприятий и охвачено 340 магазинов. За прошедшую неделю индекс цен на социально значимые продовольственные товары по семею составил 0,8%. Также руководитель отдела предпринимательства отметил, что в настоящее время руководителями оптовых предприятий города ведется рекомендательная работа по применению торговой надбавки в соответствии с действующим законодательством. С начала текущего года проведено 36 сельскохозяйственных ярмарок на ТЛЦ «Северный» и ОРЦ «Желоман». В ходе брифинга Женебек Мукатаев также остановился на работе стабилизационного фонда. Действует 13 торговых павильонов СПК ИРТС и 19 магазинов, реализующих продукцию стабилизационного фонда. Баклейная продукция реализуется только в торговых павильонах СПК ИРТС по архитированным ценам. Например, сахар там продается по цене 368 тенге за килограмм, рожки по 200 тенге за килограмм, рис по цене 235 тенге. Специалисты отдела предпринимательства отметили, что цены на продукты питания по городу находятся на контроле. Также сообщили, что будет продолжена работа по мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары, проводимые совместно с прокуратурой города.